В каждой детали сила, скорость, мощь, прочный сплав конструкторской мысли и опыта нескольких поколений инженеров рождает эти грозные машины. Всемирно известные русские танки. У этого предприятия совершенно мирное название, но Россия гордится его военной продукцией. Танки, созданные здесь, в Нижнем Тагиле, на Уральском вагоностроительном заводе, признанные лидеры оборонной техники, которые взяли на вооружение армии нескольких десятков стран. Завод расположен на западе Свердловской области, в Нижнем Тагиле, до Екатеринбурга, где находится ближайший аэропорт, 146 километров. От Москвы и до центрального города Урала чуть более двух часов лета. Промышленные предприятия Урала сыграли важнейшую роль в истории развития российской индустрии. Танкостроение сложнейшая и наукоемкая отрасль, показатели интеллекта и потенциала страны здесь, на Урале, бьется сердце и работает мозг российского танкостроения. Хочешь мира? Готовься к войне. Следуя этому наставлению, на Уралвагонзаводе поддерживают боевую мощь страны, не снижая темпов производства гражданской продукции. Подход, заложенный на предприятии еще в первой половине прошлого века, остается актуальным и сейчас. Это мгновенный трансформер, где вагонная линия может стать танковой и наоборот. Визитной карточкой одного из крупнейших в мире научно-производственных комплексов во все времена были железнодорожные грузовые контейнеры и цистерны. За всю историю завода из этих цехов вышло более миллиона вагонов различного назначения. Все цеха расположены на одной промышленной площадке и связаны между собой. Эта гигантская продуманная система позволяет поддерживать высокие темпы производства. Некоторые массивные детали поставляются из цеха в цех по подземным конвейерам. Таким образом, завод выпускает 72 вагона и 22 платформы для цистерн в сутки. История развития этого уральского тяжеловеса от 30-х годов прошлого века до наших дней полна впечатляющих цифр и фактов. На заводе был достигнут абсолютный мировой рекорд в танкостроении. С начала Второй мировой войны он выпустил около 100 тысяч единиц бронетехники. Эволюцию конструкторской мысли можно проследить, посетив музей, которым в Нижнем Тагиле гордятся не меньше, чем производственными цехами самого предприятия. Вот они, 13 боевых машин, составляющих экспозицию музея. Все они на ходу и до сих пор принимают участие как в полевых испытаниях, так и в парадах военной техники. Есть здесь и серийные танки, и совершенно уникальные экземпляры, которые можно увидеть только в этом музее. Ну и, конечно, самый массовый танк Второй мировой войны, легендарный Т-34. Один из важнейших символов победы над фашизмом. 18 декабря 1941 года водитель-испытатель Федор Харченко вывел из ворот сборочного цеха первый танк Т-34. Он проехал по рабочему поселку, ознаменовав начало эры тагильского танкостроения. Эти машины сражались под Сталинградом, на Курской дуге, в Вене и Праге штурмовали Берлин. Каждый второй танк Т-34, который принял участие в боевых действиях Второй мировой войны, был собран в Нижнем Тагиле. Т-34-76. Выпускался с 1941 по 1944 годы. Масса 30,9 тонны. Экипаж 4 человека. Вооружение. Пушка калибра 76,2. Спаренный пулемет. Начальная скорость бронебойного снаряда 662 метра в секунду. Скорострельность порядка 1-2 выстрелов в минуту. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 55 километров в час. Эта грозная боевая маневренная машина заслуженно признана лучшим танком Второй мировой войны. Т-34 оказала огромное влияние на ее исход и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. При создании этого танка советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими и технологическими характеристиками. Первая опытная партия из 10 танков сразу показала. Т-34 настоящий хозяин поля боя. Его нужно как можно быстрее ставить на поток. Начало серийного производства стало завершающим этапом трехлетней работы советских танкостроителей по созданию принципиально новой боевой машины. Девиз главного конструктора Т-34 Михаила Кошкина «Сделать просто» очень сложно. Поэтому простота и боевая эффективность стали основными преимуществами этой машины. Большинство неполадок экипаж мог устранить прямо на месте в боевых условиях. Например, починить вышедший из строя двигатель, заменить прицел или восстановить гусеничные траки. В то время как противник в аналогичных условиях был вынужден эвакуировать технику с поля сражения. С началом Второй мировой войны перед инженерами были поставлены новые задачи. Свернуть выпуск всей гражданской продукции, приступить к мобилизации и быть готовыми оказать помощь заводам, которые будут переключены на выпуск Т-34. На начало войны танк Т-34 превосходил немецкие танки по бронезащите, огневой мощи и подвижности. Броневую защиту обеспечивали катанные листы брони толщиной 45 мм, которая не могла поразить немецкая техника на дистанции более 150 метров. Огневая мощь машины Т-34 обеспечивала 76-мм пушкой, которая могла поразить немецкий танк на дистанции 2 километра. До сих пор, находясь на вооружении некоторых государств, в 21 веке Т-34 выполняет, безусловно, прежде всего, роль памятника истории. Многие из сохранившихся машин стали мемориалами героям войны. Последний Т-34, выпущенный Уралвагонзаводом, в 1945 году по просьбе рабочих был установлен у проходной. Спустя 36 лет он своим ходом переехал на новое место, вот к этому постаменту, и после этого продолжал принимать участие в праздничных парадах Победы. Славу заводу принес танк «Легенда». Но этот промышленный гигант изначально был создан как мирное производство. Для строительства на Урале одного из крупнейших предприятий мира были исторические предпосылки. Накануне Первой мировой войны, когда в России формировалась сеть железных дорог, в стране потребовалась продукция транспортного машиностроения. Прежде всего, конечно, вагоны. Тогда и появились первые предложения о создании нового современного вагоностроительного завода. Здесь, в Нижнем Тагиле. Следуя опыту и традициям своих предшественников, первых металлургических заводов Урала, предприятие выбрало путь комбината, объединяющего более сотни различных подразделений. Первый грузовой вагон сошел с конвейера завода 11 октября 1936 года. В то время на предприятии круглосуточно в три смены трудились 16 тысяч человек. Это позволяло выпускать 54 тысячи вагонов в год. И вот еще одна внушительная цифра. Каждый третий вагон на магистралях огромной страны был сделан в Нижнем Тагиле. Формат замкнутого цикла изначально позволял перевести мирное производство в оборонное, что в начале тревожного 20 века было особенно важно. И в рекордные сроки, всего за два месяца, Нижний Тагил превратился в настоящий танкоград. Это был без преувеличения трудовой подвиг рабочих, инженеров и служащих. В 1941 году был пущен первый в мире танковый конвейер. Уральский вагоностроительный еще в конце 30-х годов был выбран дублером Харьковского завода на случай войны. Для того, чтобы усилить мощь уральского предприятия, в августе 1941 вышло распоряжение об эвакуации сюда 12 заводов из западных частей страны. В Нижний Тагил хлынул поток рабочих и их семей – более 70 тысяч человек. Изучая документы тех лет, историк Алла Песлегина подсчитала – население города в считанные недели увеличилось почти в 4 раза. Десятки тысяч переселенцев из юго-западных регионов страны приезжали на строительство Уралвагонзавода. Здесь даже открывали школы, где преподавание велось на татарском, удмуртском, украинском языках. Предприятие было огромным. И тем не менее, для установки всего эвакуированного оборудования пришлось построить еще 4 цеха. Самоотверженность танкостроителей поражает современных историков. Чтобы начать поставку вооружения на фронт как можно скорее, сначала монтировали и запускали станки. Работали прямо под открытым небом, несмотря на холода. Сами цеха, стены и кровлю вокруг нового производства возводили уже потом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова